Друзья, всем привет! И снова у нас на повестке дня злободневная тема. Я думаю, по названию ролика вы все понимаете, о чем пойдет речь. Да, я сразу скажу, чтобы не вводить в заблуждение. Сегодня я покажу вам две партии. Одна партия моя, и я объясню в процессе показа, почему, собственно. Я показываю наряду с партией с чемпионом мира Крабника и свою партию. Все станет понятно. Да, ну и, собственно, объясню, для чего я это делаю. Ну, смотрите, друзья, я уже давно хотел записать видео в целом, да, по Крамнику, по всем этим ситуациям, по интервью Эрика Лебеста, Левитову, да, ну и вообще про всю тематику читерства, всех этих скандалов. Но, наверное, пожалуй, дождусь второго интервью Эрика Лебеста, насколько я понимаю, оно будет, ну вот, там, сегодня-завтра. Да, и потом постараюсь оперативно записать уже полноценное видео. Да, сегодня, ну, собственно, понятно, что это, там, не попытка как-то изменить точки зрения, а вот, но меня дико поражает просто та волна хейта, просто помоев, которые вылились на Крамника, ну, это, на мой взгляд, ни в какие ворота не лезет, а кучка просто хейтеров, там, троллей, а если по-русски, на мой взгляд, просто банально закомплексованных, недалеких людей, которые по большому, в большинстве своем ни хрена ничего не добили в жизни, но бегают по каналам, дабы вставить свои пять копеек, по типу, там, Крамник ни хрена не понимает в математике, Крамник параноик, там, Крамник, я не знаю, там, никакой шахматист и т.д. и т.п. Да, ну, вот это видео, дабы многие, там, могли просто дискутировать, вот, с подобным стадом, которое, я же говорю, там, из сайта в сайт, из портала в портал, из соцсети в соцсеть, бегают, прыгают с одними и теми же комментариями. Да, начну я с партии, которую я сыграл, это титульный вторник, вчерашний, ночной, если я не ошибаюсь, да, я, да, играл вот с иранским шахматистом, логин вы его видите, ну и давайте посмотрим. Итак, b3, d5, слон b2, слон 6, я буду в быстром темпе показывать, акцентировать внимание, ну, на каких-то важных вещах, да, h3, слон h5, c6, кстати, вот удивительно, да, ческом c6 считает ошибкой, абсолютно нормальный ход, f4, e6, да, конь f3, конь d7, e3, h5, конь c3, hg, hg, h1, слон h1, конь h6, да, g5, конь f5, ферзь e2, да, здесь я сделал, как мне казалось, естественный ход, хотя на деле, видимо, не сильнейший, ну, конь g3 темповой, вот, ну, был ход ферзь e5, например, ферзь e5, конь h1, да, и вот здесь интересный момент, ну, понятно, что, наверное, большинство, так, если не думая, рукой сыграет ферзь e5, на самом деле, можно было уйти в 3-0, и это, кстати, важный момент, ну, вот, после 3-0 оценка, там, примерно, ну, больше полпешки, да, в перевесу белых, это логично, то есть, не надо тратить темпы, коня можно забрать потом и ладьей, то есть, белые не тратят время, да, вот, ферзь h1, конечно, не точность, но я 3-0, да, банально, так, особо, не рассматривал, понятно, что мне казалось, что я просто тупо выиграю пешку, что и получилось, да, ферзь, да, сейчас, конь h1, ферзь h1, слон c2, да, у черных уже, по большому счету, у здорового лишняя пешка, конь d4, ну, как вы видите, в этой партии будет много ошибок со стороны белых, конь d4, слон g6, e0, ферзь, опять позиция, это, по большому счету, уже безнадежная, ну, просто безнадежная, d3, 3-0, опять же, по-разному можно ходить, конь c2, ферзь b6, e4, да, вот здесь меня куда-то не туда понесло, я сыграл ферзь f2, ход действительно отвратительный, да, вроде темповой, но куда-то я ферзя загоняю не туда, ну, да, там можно было d3 пойти, там еще другие ходы были, d3, где-то конь c5 пойти, ну, у черных, ну, реально подавляющая позиция, объективно она выиграна, хотя в блице понятно, что вся борьба продолжается, но не суть, там ферзь f2, ферзь gt f5, тоже, по большому счету, зевок, ну, человек банально не видит, что пешка на g5 падает, хотя еще сильнее ход ef, да, ну, вот вместо f5, ладья f3, уже белым давала серьезный перевес, да, ну, окей, там f5, ферзь g5, ef, ed, да, вот здесь мне казалось, что у меня резко появились проблемы, действительно, это так, но вот как-то мне удалось это погасить, причем, ну, скажу, что этим отецком партии я горжусь, dc, кажется, что какие-то проблемы, да, уже король неожиданно у черных тоже в опасности, но все-таки удалось погасить f4, король b8, ферзь f5, ферзь d7, да, важный ход, по сути гасит инициативу, тут же мат грозил, да, еще и с темпом хочу поменять ферзей, ну, и в итоге как-то я все-таки добил, да, ну, тут же лишний материал, ну, тут в быстром темпе все падает, просто все падает, да, fc7, a4, там, fc2 как-то мотовало сразу, я же так плотно слон на 6 пошел, да, ну и где-то, а здесь ладья d8, я еще, по-моему, сыграл, да, да, и все закончилось, ну, то есть, вот такая вот партия, ну, обычная партия, да, международный мастер, ну, играл, ну, давайте так откровенно, не лучшим образом, вот, много зевков, реально много, если мы говорим о точности, там, совпадений, хотя это действительно, ну, то есть, к этому показателю нужно действительно относиться аккуратно, но точность там, что-то в районе 70 у белых, да, и теперь мы перейдем к другой партии, которая нам более интересна, да, сейчас, секунду, которая нам более интересна, и мы, собственно, ее посмотрим, она тоже из титульного вторника, да, но уже в исполнении Владимира Крамника, да, так, сейчас, друзья, секунду, и мы начнем, так, ну, поехали, белыми играет тот же самый оппонент, который противостоял и мне, ну, а черными их чемпион мира Владимир Крамник, так, d4, c4, конь c3, да, получается, кралсбадский вариант, кралсбадская структура, слон g5, e3, слон f5, да, вот, я, кстати, когда смотрел эту партию, немножко удился, слон f5, нормальный абсолютно ход, но вот его, на самом деле, делают не так часто, потому что, ну, вот, да, ферс f3 и вот эта вот позиция, скажем, вот этот эншпель, ну, считается, что здесь тяжело черными играть на перехват, да, я просто почему обратил на это внимание, ну, все-таки черными, по идее, Крамник-то, ну, по логике вещей должен играть в более акрессивные шахматы, но отмечу, друзья, что эта позиция для Крамника отнюдь не нова, у него есть партии на эту тему, и вот с Карлсоном он, в частности, играл эту позицию, эту структуру, ферс f6, gf, конь f3, да, кстати, раньше расставляли коня, вот, вели сюда, но потом стали вести уже на h4, что тоже считается довольно сильно, слон b4, да, все это встречалось, ладец a1, конь d7, a3, да, я здесь не буду, там, говорить вам оценки, там, какие линии, здесь, ну, белые играли, ну, вот, вы, в принципе, сами все видите, да, где-то была не первая линия, но в целом, практически все, там, попадание в первые три, там, ну, может быть, там, пару линий, там, четвертых, но тут не суть, ладья a6, а, кстати, ладья a6, типовой маневр, да, черные активизируют ладью, вот, цепляются к пешке b2, понятно, что Крамник эти позиции хорошо анализировал, конь f4, ладья b6, ладья c2, слон d6, g3, король e7, h4, а, ну, вот, чтобы вы понимали, неточность, ну, где-то, допустим, у белых оценка 0.30, стала оценка в районе 0, ну, замечательная неточность, слон f4, gf, слон h5, конь d2, конь f6, f3, важный сильный ход, да, не пускают черные коня ни на g4, ни на e4, конь e8, ладья g1, конь d6, слон d3, h6, король f2, король f6, b3, тоже важный сильный ход, ладья e8, да, ошибка, но позиция черных уже крайне неприятная, да, после ладья e8 белых все срастается, ну, буквально, ход-ход, ладья c5, темповый ход, напали на пешку, ладья a8, да, и получаем e4, вот именно здесь и сейчас, да, то есть ладья e8 оказался еще ход, который, по сути, подставляется, черные либо теряют пешку, а если ее защищать, то после e4, как вы увидите, у белых по ходам все идеально, важный прорыв, fe, fe, de, ладья бьет h5, здесь вот это еще на лбу, ну, по большому счету издалека посчитать, как мне кажется, но смотрите, что произошло, e, d, ладья a6, шах, король e7, иначе без фигуры, ладья e1, шах, король d7 и ладья d6, шах, да, все гениальное просто, после король d6, шах на c4, и после король c7 важный ход ладья e7, да, ну, после король c7 крамник, по-моему, сдался, если я не ошибаюсь, да, но ладья e7 падает еще и ладья на b6, да, с темпом еще под боем ладья на a8, да, черные здесь не отыграют фигуру ни в каких вариантах, партия заканчивается, ну, так вот, друзья, ну, там, если я показал мельком, посмотрите детальнее, ну, я вам показал две партии, ну, по большому счету, сейчас, там, буду копировать крамник абсолютно разных людей, то есть в первой партии со мной человек, этот же игрок, видно было, что играет абсолютно сам, много зевков, просчеты, опять же, даже близко не было видно какой-то тонкой позиционной игры или, там, блестящего понимания стратегии, и здесь он катком проходится по крамнику, в структуре, в которой крамнику, в принципе, неплохо знакома, еще раз повторюсь, он играл ее, там, искал с нам, да, еще, по-моему, неоднократно, вот, и его, по нему просто проезжаются катком, ну, и так вот, давайте уже до конца, опять же, про точность, для кого-то это вообще не показатель, но, тем не менее, озвучу, точность в этой партии 97,8, игравшего белыми иранца, ну, абсолютно две просто диаметрально противоположных партии, абсолютно разный уровень игры, в одной нормальная человеческая игра с зевками, с неточностями, там, с вольной постановкой дебюта, и вторая партия, где просто идеальная игра, по большому счету, блестящая, тут не смотрите, кстати, на неточности, они вообще никоим образом не влияют на оценку, то есть, идеальная игра, все в моменте, там, b3 здорово, ладен c5 здорово, e4 здорово, все идеально составится, тут блестящая позиционная кладка, которой гордился бы, я думаю, да, практически любой гроссмейстер, вне зависимости от уровня, да, вот такая вот история, друзья, потом, да, можете, там, называть крамника, там, я не знаю, параноиком, или, там, еще как-нибудь рассказывать про его математику, или, там, про произношение и знание английского языка, да, но, если мы говорим о шахматной составляющей, человек с огромной интуицией, сыгравший, там, огромное количество партий, и, поверьте, он в этом вопросе, на мой взгляд, понимает очень многое, ну, а сам ли играл иранский международный мастер, да, ну, вы решайте сами, опять же, мне все понятно, и по большому счету добавить нечего. Всем спасибо, всем пока, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok